Каждый год в Латвии у более 11 тысяч человек медики обнаруживают онкологические заболевания. Одно из самых распространённых – это рак груди у женщин. С каждым годом это число, к сожалению, возрастает. Но здесь очень хорошая статистика в том, что увеличивается из всех диагностицированных заболевших раком груди, появляется больше первая и вторая стадии. Я должна сказать, что это заслуга и обществ, которые пропагандируют раннюю диагностику, пропагандируют ранний скрининг и приглашают женщин отозваться на приглашение государства пройти маммографию, бесплатно пройти её в рамках оплачиваемой программы государства. Чтобы вовремя распознать заболевание и спасти жизнь, женщинам до 50 лет следует регулярно проводить ультрасонографию. Для женщин в более старшем возрасте, от 50 до 69 лет, действует оплачиваемая государством программа проверки на заболевание раком груди. Особая программа поддержки и реабилитации действует в отношении женщин, принёсших операцию по удалению раковой опухоли. Но психологическая помощь туда не входит. Пройдя лечение рака груди, я на собственном опыте поняла, что не хватает психологической помощи. Врачи, медсёстры на самом деле творят чудеса. Но нужна именно психологическая поддержка. Поэтому мы создали фонд, чтобы могли оплатить женщинам с раком груди индивидуальные консультации у психолога, психотерапевта с самого момента выявления диагноза рака груди. Фонд «Розовый поезд» оплачивается от одной до восьми консультаций, которые проводятся не только в Риге, но и в других городах Латвии, такие как Валмера и Даугавпилс. После операции очень важно консультироваться с физиотерапевтом, особенно тем, кому были удалены лимфоузлы под мышкой, чтобы не возникли осложнения, такие как лимфодема. Это большая проблема в Латвии. После операции государство предлагает пациентам пройти курс химиотерапии и облучения. Это стандартный комплекс, но для каждого пациента оно определяется индивидуально. Решает это консилиум врачей-специалистов.